Мам, что такое бам? Строительство бама это для молодых, ну то есть бам это молодость. Любовь процветала на баме, очень много свадьб жили. Из тюли занавеси сшили мне фату, из какого-то гипюра мне сшили платье. Я выглядела вполне достойно. В столовых отмечали свадьбы. На второе должно было быть курица, на вертелах. Обязательно надо было уже по рельсам походить, где-то еще что-то. Но это всегда было торжественно. В молдавском отряде уже создалась семья, и надо было их зарегистрировать. А в Тындинском ЗАГСе очередь. Тындинский ЗАГС с приездом молодых строителей стал работать с большей нагрузкой. Они говорят, через месяц приезжайте. И мы с телевидением Дальневосточной поехали к заведующей ЗАГСом. Мы говорим, как это так, свадьба в субботу, а в регистрации? Она говорит, я лично зарегистрирую. Свадьбу играли в вагончике, тогда у меня вагончик был. Это я считался очень богатым человеком. И прямо около вагончика накрыли, сделали с дерева столы. Сели, попели, повеселились, потанцевали. А там музыка, магнитофон был. А гуляли практически всем поселком. Не было того позову, того не позову. Гуляли всем поселком, потому что все были дружны. Машину выделяли друзья. Обязательно ленточки, шарики, как обычно, цветы, куклы обязательно. Традиционно, как говорится. Первая свадьба в Звездном. И он и в это. Таня, Володя, ребята, ну что, ну отпразднули. Все, она в фате, все. Поецетрячина съезда, он в костюме. И как-то так ЗАГС договорился с комсомолом, с нашим, что они приедут из Ускута к нам. Звездные. Возле клуба, прямо на улице. Женщина с Ускута. Всю эту церемонию провела. И потом подарок был от комитета комсомола. Посадили вертолет. И вертолет, значит, покружил. Свадебное путешествие. Я говорю, люди на такси ездят, а нас на вертолет. И у нас вот два круга над Звездным. Тут каждый выходной в десятки свадьб. Со всего Союза, всех республик, всех. Помешали, не имею значения, какой нацик. И молдаване за русских, русских на молдаванок, на прибалтов. Я присутствовал тоже, посадным был. Василий Чупрун приехал из Молдавии. А Наташа по путевке комсомола из Братска. Василий Башиниц, тепловозов. Наташа диспетчер на станции Кунерма. Мы жили же все в вагонах. И нам устроили такую свадьбу шикарную. Они пошили свадебное платье. Мы купили фату. Володе костюм купили. Расписывались. Мы всегда мыли. Это, слава богу, 40 километров отсюда. Нас обратили, говорят, подъедет такси. Из Москвы вызвали, приедет такси. Ну и шуткуем все. Когда фа-фа, в окно вагона, глядь, точно такси. Желтое такси с зеленым глазом. Короче говоря, все поехали в Чикдамэль. Нас там торжественно расписывали во дворце культуры. Не просто как-то там где-то, а во дворце культуры. Потом мы вернулись сюда, в Урал. В вагоне-ресторане накрыли стул. Попручальное кольцо. Непростое украшение. Двух сердец, одно решение. Попручальное кольцо. Они построили новый город. И остались в этом городе и жить. И еще и воспитывать своих детей. Не каждый сможет прожить на БАМе, жить, работать, расти детей. Вот у меня растет сын, ему 11 лет. Я горд, что родился и живу здесь, работаю. У меня отец всю жизнь проработал с дорожником. Я думаю, дальше и мой ребенок будет идти по моим стопам.